Я бы хотел говорить о понятии основания, о положении обоснования. Сегодня основания призывает не лучшая длина, худшая длина, я бы даже сказал. Даже те, кто вроде бы ратуют за физический оптимизм, за возвращение в той или иной форме к вопросу об абсолюте, об истине, за возобновление в философии, за то, чтобы сделать её великой снова, как какой-то реалист, например, Мью-Су. Даже для этих людей положение обоснования остаётся главным. В итоге, в тот же Мью-Су, например, однозначно это говорит. Мне же кажется, что основания – это тот плацдарм, который необходимо захватить, если мы действительно хотим по-настоящему преодолеть метафизику. И то, что я сейчас скажу, это можно рассматривать как такой вопрос в стратегии по захвату этого плацдарма. Но для того, чтобы захватывать, нужно, прежде всего, понять, что это такое. И тогда, как мне кажется, станет ясно, почему необходимо захватить, а не оставлять в руках врага. Вопрос обоснования связывается, как мне кажется, прежде всего с... Ну, я бы сказал, с тремя ревенами. С двумя очевидно, что он связывается с лебедцами Хайдегером. А с третьим гораздо менее очевидно, а именно с делезом. Но я убежден, что книга «Делеза. Представление за Хармазоха» – это можно продемонстрировать – вставляет из себя криптокомментарии к положению обоснования Хайдегера. У Хайдегера есть ранний текст, который называется... Такой обоснование. Есть поздний цикл лекций, который называется «Положение обоснования Хайдегера». Эта проблема занимала всю его жизнь, и там он комментирует как раз прежде всего лебедцовский принцип «Достаршего основания», утверждая, что он на самом деле скрыто господствует во всей истории метафизики. И я думаю, что таким важным моментом в захвате основания является прояснение того, что книга «Делеза», которая вроде бы совсем не занимается проблемой основания, а именно книга «Делеза» про мазох, называется «Представление за Хармазоха», это на самом деле такой криптокомментарий к вот этим поздним лекциям Хайдегера «Положение обоснования». И две автономные стратегии или две автономные перверсии, которые Делез говорит в этом тексте «Садизм и мазохизм», это на самом деле два способа обоснования, два способа выявления основания, как той силы, что настаивает в настаивающем. И Делез делает также, как мне представляется, окончательный шаг в том, чтобы понимать вопрос обоснования, именно как такой вот вопрос о том, что навязывает себя в том, что навязывает себя, благодаря чему навязчиво повторяющийся, возвращающийся обладает вот этой вот способностью себя навязывать. В принципе, в его классическом виде принцип «достаточного основания», он формулируется Лебницем, гласит «Nihil est sine causa», то есть «ничто не происходит без причины», «ничто не происходит без оснований». Или, как Лебниц его чуть более развернуто формулирует, для каждой вещи, для всего, что бы ни происходило, может быть доставлена достаточная причина, достаточное основание, которое даст отчёт о том, почему оно происходит. И вот об этом у Лебниц, собственно, есть два главных принципа, на которых строится вся его антология метафизиков, принцип «пространяющийся», принцип «достаточного основания». Это такой сам по себе довольно интересный вопрос о том, как эти два принципа соответствуют друг с другом. Так иначе, Хайдегер вот эти свои лекции об основании посвящает этому Лебницевскому тезису, и там он, в общем-то, достаточно близко подходит к вот этому пониманию основания, как такой толкающий, удерживающий в существовании силы. Хайдегер там говорит о двух тональностях закона об основании и совершает два шага в понимании закона об основании. И первый из этих шагов заключается в том, что в бытие Хайдегером понимается как то, что с одной стороны подвергается обосновыванию, а с другой стороны всегда от обосновывания ускользает. Основание — это всегда определение для той или иной эпохи, для того или иного периода того, что Хайдегер называет быть сильной в истории, определение того, что будет считаться существующим, а что будет считаться несуществующим. Да, Хайдегер утверждает, что можно выявить несколько таких исторических моментов, которые меняются, само понимание того, что вообще такое, что значит существовать, что значит быть. И вот основание — это такой как бы отрезающий барьер, который одни типы существования допускает в бытие, а другие — не допускает. Но, говорит Хайдегер, батие — это само по себе всегда оказывается, с одной стороны, тем, что вот в этом вот отрезании и нарезании определяется, а с другой стороны оно ведь именно ускользает. Определяется, что значит быть сущим в данный конкретный момент, но при этом само батие ускользает, потому что оно ведь каким-то только конкретным образом допускается, а в целом не допускается. И Хайдегер говорит, что для того, чтобы иметь дело с бытием как таковым, мы должны собрать вот эти вот точки вырезания, точки вытеснения и собрать то, что в них ускользает. И вот это вот ускользаешь, и это будет бытие. Соответственно, вроде бы основание — это наш враг. Основание — это то, что нам мешает иметь дело с бытием. Но мы, конечно, должны эту помеху не совсем отбросить, потому что мы вообще к бытию можем только через эту помеху, как к тому, что смещается в этом мешании, вообще подступиться. Но мы должны как бы через эту помеху постоянно трансцендировать, переступать. И вот эти вот, да, континуум таких точек переступления и будет таким наиболее адекватным знанием реальности. Но это только первый шаг. Хайдегер затем делает следующий шаг, который заключается в том, что он спрашивает, а почему вообще происходит так, что бытие постоянно впадает вот в эту вот обосновывание. И Хайдегер говорит о том, что помимо вот этого вот движения ускользания бытия, в котором бытие дано как изымающая себя, как безосновность, есть взаимопринадлежность, взаименгихерыхкайт, бытия и основание. То есть бытие постоянно каким-то образом определяется, потому что есть внутренняя связь между бытием и обосновой. Да, есть вот эти вот закрывающиеся двери, которые мы на прошлом этапе понимали как основание, но есть та сила, которая эти двери закрывает. И по-настоящему понять основание означает понять вот эту вот силу, закрывающую дверь, силу, действующую в сжатии. Да, это, конечно, то, что я сейчас говорю в некоторую уже интерпретацию хайлигерского положения обоснования, однако интерпретация достаточно обоснованная в тексте. И я думаю, что шаг, который позволяет эту интерпретацию развернуть полностью, делает как раз Делёз. Он ставит вопрос, на самом деле это вопрос обоснования. Да, Делёза интересовал вопрос обоснования. Делёза был курс про проблемы обоснования ещё в лицее, где он преподавал за несколько лет до того, как он пишет книгу про Мазоха, он был курс, который назывался «Проблема основания…» от лепности хайлигера, по-моему, назывался. Я не помню от и до кого, но от и до каких-то таких пределах. И Делёза ставит эту проблему как проблему того, что даёт трансцендентальному принципу способность быть принципом. То, что даёт закону, определяющему, как функционирует всё поле данного, силу его законности. Да, и для него это он в психоаналитических терминах, это формулирует в книге про Мазоха. Но мне это сейчас кажется менее существенным. Существенно, то, что Делёз понимает это как ту силу, которая действует в принципе удовольствия, то есть в принципе сжатия. Принцип удовольствия — это принцип гомогенизации, принцип некоторого сжатия, многого в одно. Инстинкт смерти, то есть принцип достаточного основания, это сила, которая сжимает сжатие. То есть сила, которая навязывает себя навязчиво. И вот именно эту-то силу мне и представляется необходимым захватить для, как я уже сказал, для успешного окончания того движения преодоления на физике, которое начинает Хайдеггер, который продолжает Делёз, который на самом деле продолжает нынешнюю спекулятивную мысль. Тут, мне кажется, две нужно вещи ещё добавить, и на этом я, пожалуй, закончу. Одна связана с тем, что всё-таки вот это вот Хайдеггеровское части и Делёзовское понимание настаивания, основания, но всё же остаётся достаточно ограниченным по сравнению с Лебенцевским. Потому что если основание — это действительно то, что настаивает в настаивающем, то у Хайдеггера получается, что это настаивание, оно локализовано где-то на каких-то дальних границах того, что непосредственно мне в опыте, дано и того, что оно происходит. Оно определяет границы возможного опыта, но не совсем понятно, что происходит, собственно, с содержанием самого опыта. Оно определяет то, что я буду, например, воспринимать существующее как так, как его воспринимают новоевропейское математизированное естество знаний, как доступное счёту, бумагенное, однородное и так далее. Но можно ли продолжить вопрос обоснования, спросив о том, что вообще заставляют именно эти, допустим, математизируемые случаи попадать в поле моего имения с ними дела, в поле моего зрения, в поле моего прощения с ними? Мы с вами, почему я сейчас вот вижу перед собой эту камеру, а вы сейчас сидите перед экраном и видите, как я говорю. Да, то есть что вот вообще есть, можно ли говорить о какой-то силе настаивания, которое всё это всё время куда-то вот с одной стороны вводит, а с другой стороны вводит, которое всё время как-то толкает. И я думаю, что это на самом деле как раз возвращение к Лебницевскому изначальному смыслу постановки вопроса проблемного обоснования, обосновании того, что происходит с каждым из монад, не имеющих окон. То есть в линии моего существования, в линии моей жизни, что меня заставляет переходить от одной репрезентации к другой репрезентации, от того события к другому событию, от одного пришествия к другому пришествию. И я думаю, что необходимо вернуться к такому пониманию вопроса. Продолжение следует...